Проезжаем в небольшую ферму, здесь козочки, там где-то был страус, вот лама, вот страус ходит. Вот еще одна лама, красивая, светленькая такая. У тебя не видится бельмяшка. Жуете не. Мы просто катаемся на самом деле. Там дальше дорога закрыта, к сожалению, нельзя, только 8 июня откроется. Вон еще одна лама тоже. И там речка бежит. Немножко прошлись. Посмотрели, что да как тут. И едем дальше. Приветики. Мы уже приехали в сам город Аспель. Он такой уютный и красивый. Действительно такой закос немножко под Швейцарией. Ну и немножко сильно. Здесь видно эту гору заснеженную. Домики очень-очень хорошенькие, уютные. И сейчас после дождя вышло солнышко, поет птички. Пахнет сиреней, потому что она везде тут цветет. Очень хорошо тут находиться. Такое впечатление, что мы действительно в Швейцарии. И цены, я вам скажу, очень неожиданные. В общем, мы столкнулись с такой проблемой. Конечно, мы, ну как бы отчасти это наша вина. Не отчасти, а в принципе это наша вина. То, что мы ничего не планировали, не бронировали отели. Но у нас есть на то свои причины. Мы как бы хотели путешествовать, а так налегке, без плана, без всего. Смотрите, не можем переночевать в палатке, потому что жуткий ливень. С отелями. В самом Аспене отели страшно-страшно дорогие. Точнее, цены на них нормальные. Ну, типа ночь там от 120 долларов. Но прикол в том, что там cleaning fee, там state fee, там еще какие-то fee. В общем, очень-очень много вот этих вот fee. И в итоге, если там написано комната 120 долларов, в итоге цена доходит до 350. Со всеми этими fee за одну ночь. Просто за одну ночь в каком-то стрёмном отеле двухзвездочном. Ну, мне кажется, это вообще не логично. Учитывая, что у нас есть палатка. Если что, мы поспим в палатке. Как бы не то, чтобы мы же моты. Но нам того не стоит. Здесь в округе, какие мы смотрели, все закрыто. Либо закрыто, либо для медработников в данный период времени из-за вируса. Либо что-то открывается 1 июня, либо они просто забронированы. В общем, это такая вот ситуация. Ну, как бы мы не сильно расстраиваемся. Просто обидно, что мы целый день просидели в машине и прокатались туда сюда. Вообще, я выгляжу какой-то болезненный. Все, мы заселились в отель более-менее даже хороший. Посмотрите, какая тут хорошенькая комната. Там туалет симпатичный, который занял Леша. Даже есть своя мини-кухня. Вот. Мы проснулись, позавтракали и приехали обратно в этот городок Аспин. Сейчас мы находимся немножко за городом. Здесь Леша увидел красивый мост. Хотим туда пойти прогуляться, пофотографироваться. Я еще взяла с собой пленочную камеру свою, на которую я до сих пор не сделала ни один снимок. Так обидно? Потому что постоянно у нас и большая камера, и на телефон все время в сториз что-то снимаешь. И на влоги, и фоточки хочется. И забываешь про вот эту. Я хочу туда к одуванчику подойти. Вот. Это надо не забывать. Смотрите, какие здесь классные одуванчики. Половина распустились, половина нет. Такие желтенькие, красивые. Мы находимся, смотрите, в каких горах. И где мост-то? Там. Мост там. Смотрите, какое здесь цветущее дерево пушистое. Ой, как красиво. Сейчас гуляем по самому городку. Он такой прям весь в европейском стиле. Там, кстати, даже можно на веранде кушать. Некоторые рестораны открыты. Мне нравится, что здесь здания кирпичные, либо деревянные. Не такая бутафория, как у нас в Лос-Анджелесе, конечно. Все такое настоящее. Но, правда, напоминает очень сильно Европу. Здесь очень красивая центральная площадь. Везде цветущие деревья. Там и прошли розовые. Приятная атмосфера. И практически у каждого есть собачка. Все ходят с собачками. Так здорово. Исторический момент. Мы впервые в ресторане с того момента, как все это началось. С вирусом и с карантином. Люди, в принципе, далеко друг от друга. Нам сейчас принесут французский суп. Покушаем с Лешей два супчика. Потому что мы все время... По мне ползает муравей. Потому что мы все время на сухпеке. Надо покушать какой-нибудь супчик. А вот и суп. Ура. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Интересная информация. Дорога дальше в Колорадо закрыта. То есть мы доехали до этого Аспина. Мы хотели проехаться сегодня дальше уже в другие города. То есть дальше путешествовать по Колорадо. И у нас уже были намечены там водопады, реки, куда мы хотим заехать. Но на карте было написано, что дорога закрыта с октября по май. Сегодня 31 мая. Мы не понимали почему. Потому что по этой дороге мы уже как бы ехали. И ничего такого не было. Но вот все-таки мы доехали до той точки. Когда она реально закрыта. Вот здесь все. Мы чуть-чуть отъехали от города. И она действительно закрыта. И открывается она завтра, 1 июня в 12 часов дня. Вот. А с октября по май эта дорога была перекрыта. И до сих пор еще закрыта. Поэтому скорее всего нам придется еще один денек здесь потусить. Либо мы конечно сейчас поищем обходные пути. Может где-то есть другая дорога вокруг. Но она вряд ли. Ситуация. Странный день. Потому что мы встроили очень большую пробку. Мы ехали на озеро. Ну из-за того, что мы не смогли получается проехать по той дороге, по которой планировали. Дорога была перекрыта. Мы поехали обратно. Здесь есть озеро красивое. Мы хотели приехать на него и поехать в другой город объездной дорогой. И здесь что-то произошло. Мы встроили в пробку. И вместо того, чтобы ехать полтора часа. Мы уже... Сейчас стоим. Да, стоим. Наверное, даже больше. Мы выехали в два с чем-то. То есть уже где-то часа полтора мы просто стоим. Я вижу, что поехали. Сейчас пойдем. Да. В общем, что-то там серьезное очень произошло. И здесь конечно все живы. Озеро тоже нет. Вход туда по какой-то причине въезд. Закрыт сегодня. Хе-хе-хе. Веснулька. 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 Мы приезжаем мимо такого красивого озера. И в принципе вокруг везде снег. Странно, так Лето вроде бы уже Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро А вот и место, где мы провели ночь Здесь мы вчера жарили еду Тут у нас была палатка, мы уже все собрали На самом деле Собираемся сейчас ехать дальше Хорошее здесь было утро Ночь, конечно, было опять холодно, но ничего Самое главное, что здесь был душ Я смогла помыть голову, но пока мы собирались Здесь такая пылища, что я опять грязная Вот тебе и первый день лета Мы пошли на небольшой хайкинг И здесь, смотрите, можно зайти в Ледяные пещеры Ice caves называются Люди туда полезли, не знаю, полезу ли я туда Потому что вы знаете, что я трусих Реш точно полезет Кто его установит Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ура, мы приехали на очередной кампграунд И сегодня мы опять ночуем в палатке И огромный плюс сегодняшнего дня Вы можете заметить, какая счастливая Потому что тепло Мы приехали в то место, где немножко потеплее Потому что вчера и предыдущие дни Мы были слишком на севере высокой Было по ночам жуть как холодно Сейчас, конечно, еще не ночь Но чувствуется, что ночью будет тепло И нам сказали, что будет градусов 9-10 Поэтому это нормально Мы не будем укоченеть ночью В общем, находимся мы тоже опять в свете лесочка Здесь бежит очень быстрая шумная речка Надеюсь, она нам не будет сильно мешать спать Но это ничего страшного, если честно Все, сегодня мы ночь ночуем здесь Сейчас приготовим себе ужин Ну, как приготовим? Знаете, что я хочу на ужин? Я хочу вот это Лапшу У нас еще есть Мы купили белую рыбу Мы ее зажарим на гриль Ну, на костре А завтра утром мы уже выезжаем в штат Вайоминг Хоть нам завтра долго Где-то часов в 9 И будем мы уже рядом с парком Йеллоустон Вот такой вот план Так что за эту поездку у нас будет не только новый штат Колорадо Но еще и Вайоминг Атмосфера Лапшичка сейчас будет завариваться Вот водичка кипятится Вот Леша несет в Бонбинтонию Вот там вот закатное небо красивейшее Вот тут вот огонечек для вот этой вот рыбешечки Все как надо Я уже залезла в палатку И послушайте, какой шум реки здесь Конечно, уже полная темнота И самое главное, что сейчас тепло И этот звук реки Мы уже выдвинулись в наш путь Который составляет 8 часов до штата Вайоминг До города, который называется Дера Джексона Джексонс Холл Было огромное нашествие бундуков посреди дороги Мы их ели, объезжали Я ехала специально в очках Чтобы выглядывать каждого бундука Чтобы никого не задавили Потому что ты к ним подъезжаешь И они все кучей в разные стороны разбегаются Такие маленькие крошечные брундучки Потом было жуткое нашествие Черной огромной саранчи Это выглядело так вообще не очень Они с одного поля, видимо, в другое Мигрируют Вот такие вот огромные черные И на дороге просто кишат Ну то есть ты никак не можешь нигде это не объехать Ничего, приходится через них ехать Это ужасно Просто кишит дорога черными созданиями И нет ни связи, ни радио У нас тут какой-то кантри радио одно ловится И сейчас мы едем по полевой дороге Вообще ни одной машины нет Вообще ничего Ни дома Ни машин Какие-то вон косули и бизоны там По полям скачут Я беру мдуки иногда Сейчас мы едем по пыльной полевой дороге Нет, конечно, в России я привыкла Мы все время по такой ездили Но здесь, когда в Америке Когда все достаточно так организовано Стремно по таким местам ехать Потому что значит это полная куш Там только что проскакали две скаколи Ой, скаколи Там только что проскакали две косули Которую я не успела снять А тут стоит коровка А там все А на дороге валяются два яблока Я хочу их поднять и видать коровке Она боится Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok